это туя западная golden globe шаровидная форма возрасте 10 лет имеет размер около полутора метра в диаметре и сегодня я хочу показать вам процесс черенкования этой туи от среза ветки до посадки в череночник я не самый опытный человек размножение растений но в прошлом году я решил попробовать этим заняться и уже в этом году я получил свои первые результаты в виде укорененных туй и кустарников я не буду рассказывать как правильно черенковать какие должны быть условия я покажу как это делаю я а вы уже решаете подойдет вам мой метод или нет ну что ж приступим при отборе веток с которых я буду брать черенки я визуально определяю более пушистые ветки с большим числом ответвлений потому что с них можно получить больше черенков и срезаю столько сколько возможно обработать за пару часов затем мне потребуется вода секатор и стимулятор корнеобразования сегодня у меня циркон его и развожу по инструкции далее беру ветку и отрывает нее черенки с пяточкой выбираю их по принципу красивый некрасивый если же черенок больше 10 сантиметров то в этом случае лишнюю хвою обрезаю до размера черенка 10 сантиметров хорошо если в нижней части черенок будет одревесневшим но и зеленый я тоже беру подрезаю пяточку чтобы она осталась цельной без разветвлений и имела опрятный вид и ставлю в заранее приготовленный раствор цирконы на сутки и вот прошло чуть меньше суток черенки можно высаживать в череночник в своем прошлом видео я уже говорил что грунт у меня в череночнике это простая огородная земля смешанная с песком перед высадкой черенков я рыхлю почву и делаю посадочное отверстие вот таким самодельным инструментом он сделан из фанеры и гвоздей а в самом верху прикручены две ручки от мебельных ящиков расстояние между гвоздями 4 сантиметра а всего тут 25 гвоздей далее беру пучок черенков примерно выравниваю их по пяточкам и опудриваю корневином а затем помещаю каждый в посадочное отверстие и слегка прижимаю грунт вокруг черенка после посадки всех черенков поливаю их водой из лейки и вставляю в грунт памятку с названием растения а сзади подписываю дату посадки теперь когда туи помещены в череночник необходимо поддержать условия для развития корневой системы а именно важно обеспечить череночники стопроцентную влажность чтобы саженцы получали необходимое питание через густица лучше всего это достигается установкой туманообразователи но до этого я еще не дорос поэтому приходится ежедневно вручную по несколько раз в день ворошать свои посадки и запрыскивателя и примерно через два месяца на ту их появятся первые корешки надеюсь все будет хорошо и большая часть черенков укорениться а в следующем видео сделаю для вас обзор своих уже посаженных черенков так что подписывайтесь на садовые дела поддержите канал лайком с вами был алексей увидимся